Летательные объекты В этом никакого сомнения быть не может И вдруг происходит нечто необъяснимое Экспедиция, рассчитанная на полгода Уже через два месяца спешно сворачивается И покидает берега Антарктиды Это настоящее бегство Реальные факты, достоверные свидетельства Сенсационные версии в фильме Третий рейх, операция НЛО Часть первая. База Начало 1947 года Очередная экспедиция Легендарного американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды Очень странная экспедиция В отличие от первых трех Она полностью финансируется Военно-морскими силами США И имеет военное название Операция «Хайджамп» Высокий прыжок В подчинении адмирала Берда Мощная военно-морская группировка Авианосец 12 надводных кораблей Подводная лодка Более двух десятков самолетов и вертолетов Около пяти тысяч человек персонала Согласитесь Странный состав Для научной экспедиции 2 декабря 1946 года Перед выходом эскадры В антарктический поход Адмирал Берт На встрече с прессой Заметил Моя экспедиция Имеет военный характер О подробностях Он не сказал ни слова В конце января 1947 года Началась авиаразведка Антарктического континента В районе земли Королевы Мод Все идет по плану За первой неделе Сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков И вдруг происходит Нечто загадочное Экспедиция Рассчитанная на полгода Уже через два месяца Спешно сворачивается И покидает берега Антарктиды Это настоящее бегство Потеряны сменец Почти половина Палубной авиации Десятки матросов И офицеров Членом чрезвычайной Следственной комиссии Конгресса США Адмирал Бёрд заявил буквально следующее В случае новой войны Америка может подвергнуться Атаке врага Обладающего способностью Летать с одного полюса на другой С невероятной скоростью Кто поверт в бегство американскую эскадру За полтора года до экспедиции Адмирала Бёрда Летом 45-го в аргентинский порт Мардель Плата Вошли и сдались властям Две немецкие подводные лодки Необычные лодки Лодки из состава Так называемого Конвоя Фюрера Это сверхсекретное соединение Выполняло задачи Подробности которых До сих пор остаются В глубокой тайне Экипажи подлодок Показания давали неохотно И все-таки Американцам удалось Кое-что узнать Так командир У-530 Рассказал о своем участии В операции Под кодовым названием Валькирия-2 За три недели до конца войны Подводная лодка У-530 Вышла из Киля И взяла курс На Антарктиду На борту подводной лодки На борту подводной лодки На борту находились пассажиры Лица которых Были закрыты повязками А также реликвии Третьего рейха Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент по площади, превышающей Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега, долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы две научно-исследовательские экспедиции. И это перед войной готовые разродиться со дня на день. С января 1939 года два самолета, Пассат и Борей, которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли Королевы Мот. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название «Новая Швабия». В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритшер, рапортует. Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные осы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца. За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Денец роняет странную фразу. «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. «Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера». Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза, вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать, или секретные зоны, которые имели статус экстратериальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База-211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю королевы мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в новую «Швабию» началась переброска ее будущих жителей. Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезло и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения и внимания. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции – опытный военный летчик Джон Сайрсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапный эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? Часть 2. Анненербе. В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество Анненербе. Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как Анненербе. Инициаторами создания Анненербе были высшие чины Рейха. Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в Анненербе пошло еще и с благословения рейхсюра СС Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. Анненербе так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства Анненербе и привлекло своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно к Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые по легенде умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту перерейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленных в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта перерейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего, она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атланта. Ведь по одной из гипотез, Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? Секретные экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру. От Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского ордена тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манускриптами, подобными карте перерейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Анненербе конфисковывала библиотеки теологических факультетов, библиотеки различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указания, один из библиотекарей, бывшей библиотекарей Позанской библиотеки, был свидетелем, что в марте 1945 года, когда уже подходили советские войска, уже были на территории Германии, Анненербе проводило упаковку своей библиотеки, 140 тысяч томов. Каталог этой библиотеки, наверное, был бы очень интересен. Не исключено, что в Анненербе узнали об Антарктиде нечто такое, что сделало ее одной из главных целей нацистского руководства. По большому счету, эсэсовцы искали особые знания. Ту самую чашу Грааля, которая вместе со священным копьем открывает путь к мировому господству. Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии. Для власти над миром ему не хватало чаши Грааля. Соединить легендарное копье, символ активного мужского начала, символ научного познания мира, и чашу, символ женского, сохраняющего начало, символ накопленного опыта. Вот сверхидея, которая занимает правящую верхушку Рейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества, даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты, безраздельно властвовать над миром, подчинить его избранной расе, в том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в Анненербе привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировым именем. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Анненербе, занимаются математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лазоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают паранормальные способности людей. В Анненербе этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по указанию руководства Анненербе и по указанию Гиммлера, перед войной, то есть еще в 1938-1939 годах, были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников Анненербе. И было, так сказать, в личных делах помечено, кто обладает какими-то теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов Анненербе. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел, и главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты Анненербе, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых, инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Часть третья. Диски. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Тулли, предшественник Анненербе, собираются в предгорье Хальп, в доме Лесничего, вблизи Бергтесгадена. Среди избранных два опытных медиума – контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем Зигрум, другой – Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Тельца удивительную техническую информацию. Сообщение никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества – машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструктором инженерный язык. В 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот техномагический аппарат стал прообразом будущих летательных дисков на неклассических принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с АнНРБ. Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первое – это идея создания сверхчеловек. Второй очень важный аспект – это овладение техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Боиск идей идет во всех направлениях. В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки. Еще до войны из экспедиции АнНРБ в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Они подвергнуты самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов-ракетов в будущем и космической техники, впоследствии отмолвится. Мы многое подчеркнули для себя в этих бумагах. Результаты экспедиции докладываются лично Гитлеру. Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны. Конструкторы стараются. Но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от перспективных идей. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Тулли и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно – создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимается опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской. И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К разработке супердисков подключено Зондербюро-13. Это специальное научно-исследовательское подразделение СС занимается довольно пикантной тематикой – изучением неопознанных летающих объектов. То ли сказалось и это обстоятельство, то ли привлечение к разработке лучших ученых и летчиков-испытателей, но дело сдвинулось. Все крайне засекречено. Я говорил с Германом Обертом. Это немецкий профессор, аналог нашего Циолковского. Это учитель Вернера фон Брауна, создателя оружия возмездия немецкого Фау-2. Вот это первая большая ракета. Мне Оберт был нужен для того, чтобы спросить про эти летающие тарелки. Я слышал, говорит, знаю, но там СС нас так, говорит, контролировало, что мы не могли узнать, что делают наши там смежники, соседи и так далее. В конце 1942-го в воздух поднимается легко вооруженный летающий диск Врил-1 Ягер диаметром 11,5 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. Такие аппараты, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист. Они рассказывали, что что-то такое, какой-то диск висел во время Курского сражения. И что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, или это наши, они тоже не знали. Но вот, по-видимому, а у нас таких вещей не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю авиации хорошо знаю. Среди обнаруженных чертежей и фотографий летающих дисков выделяется серия Хонебу. Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии. Так называемый конвертер Ганса-Колера, не требующий привычного топлива. А диск Хонебу-3 планировали даже выводить в космос. Невероятно? Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров, сигарообразного корабля Андромеда с ангарами для пяти летающих дисков типа Хонебу-2 и Врил. Для чего понадобилась такая разработка? Кто-то полагает, что для долговременных космических полетов. Есть еще и другое, более простое объяснение. Это проект подводного контейнера, который мог использоваться для транспортировки грузов, оборудования, техники на тайные базы Третьего Рейха, в том числе и в Антарктику. По данным американской разведки, к концу войны у немцев имелось 9 исследовательских предприятий, на которых разрабатывали и испытывали летающие диски. Расследование показало, что 8 из этих предприятий вместе с учеными и ключевыми фигурами были успешно эвакуированы из Германии. Девятое сооружение взорвано. Вспоминает подполковник американской разведки Уиндл Стивенс. Мы имели закрытую информацию, что некоторые из этих исследовательских предприятий перевезены в Антарктиду, в место под названием Новая Швабия. Туда было перевезено как минимум одно предприятие по разработке дисков. Еще одно в район Амазонки. Третье – на северное побережье Норвегии. Они были эвакуированы в секретные подземные сооружения. Для реализации грандиозных планов Третьему Рейху не хватило времени. Судя по всему, до конца войны техномагические дисколеты на стадию промышленного производства так и не вышли. И в 1947 году в Антарктиде, скорее всего, были не они. Может, это были немецкие диски, которые летали на классических принципах? Те самые, которые еще с 30-х годов разрабатывались в Третьем Рейхе, для подстраховки техномагических проектов? Таких моделей было создано немало. Некоторые довольно неплохо проявили себя. Это был колоссальный рывок в технологии. Подобных дисков у противников в Германии не было и в помине. Но и эти дисколеты были далеко не тем, о чем мечтали руководители Рейха. Те модели, которые были созданы немцами, они могли работать только в воздушной среде. Или же, по крайней мере, полеты на твердой или же водяной поверхность. Так же, как вот сейчас на воздушной подушке летают, как и летают и кронолеты. И связано это с тем, что все они были так называемого вентиляторного типа. Их преимущество по сравнению с обычными летательными аппаратами состоит в том, что они никак не сваливаются в штопор. Вот такие диски, что ими очень легко управлять. Они не предназначены для больших скоростей. Качество у них очень низкое. Опытный образец одной из самых совершенных моделей, так называемый диск Белонца, прошел первое и последнее испытание 19 февраля 1945 года возле Праги. Основную подъемную силу создавал бесшумный и беспламенный двигатель Шаубергера. По некоторым данным, в тот день беспилотный вариант диска за 3 минуты достиг высоты 15 километров и развил горизонтальную скорость 2200 километров в час. Дисколет доказал, что он может зависать в воздухе и без разворотов летать вперед и назад. Успех? Несомненно. Но война уже идет на территории Германии. Не дожидаясь полной оккупации, нацисты уничтожают невывезенные производства и прототипы необычных летательных аппаратов. Уничтожен и единственный экземпляр диска Белонца. Разработчик его главного двигателя, Виктор Шаубергер, позднее вспоминал. Модель, испытанная в феврале 1945 года, была построена в сотрудничестве с первоклассными инженерами-специалистами по взрывам из числа заключенных концлагеря Маутхаузен. Затем их увезли в лагерь. Для них это был конец. Модель была взорвана по приказу Кейтеля. Так что красивые рисунки, где этот диск изображен над антарктической базой, всего лишь фантазия художника. Не следует особо доверять и другим рисункам и фотографиям. На них могут быть запечатлены лишь макетные образцы дисков, необходимые для отработки отдельных параметров или для показа начальству с целью выбивания финансовых средств. Надо отдать должное таланту немецких ученых и инженеров. Они достигли огромных успехов. И рывок, который сделал Третий Рейх в науке и технике, не был случайным. Сочетание научных поисков с непредвзятым анализом древних знаний дало качественный скачок. Но и крах, который потерпели нацисты, тоже не был случайностью. Ведь чаша Граля – это символ не только древних знаний, но и многовекового нравственного опыта. Этот опыт нацисты сознательно отвергли. Легенд и слухов, связанных с дисками Третьего Рейха, ходит много. Судя по всему, к этому же разряду можно отнести и рассказы о немецких дисках, выныривавших в 1947 году из-под воды в Антарктиде. Если говорить о вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах и зафиксируются сейчас, но во многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей и океанов, озер и так далее, я уверен, что в 1947 году немцы не могли обладать такими аппаратами, да и ни одна страна в мире этого не имела. Но если американскую эскадру в 1947 году атаковали не немцы, то кто? Часть 4. Антарктический портал Вылетающие из-под воды светящиеся тарелки, шары, сигары. Подобные объекты над полярными и прилегающими к ним районами не редкость. Северные страны, Южная Америка, Австралия, Южная Африка – везде наблюдаются неопознанные летающие объекты. Сообщения о них регулярно поступали и в военно-морскую разведку СССР. Мне, как начальнику разведки флотилии, поступали периодические доклады о таких обнаруженных объектах в виде донесений, очевидцев. Было бы неправильно думать, что неопознанные летающие объекты наблюдались только на севере. Они наблюдались и по всей Атлантике, даже в Южной Атлантике, в районе Антарктиды. В частности, мне известен один случай, когда они наблюдались в районе островов Южной Георгии. Тогда рыбаки обнаружили вылетевший из-под воды объект, который успели сфотографировать. И он показан на этих картинках. Несмотря на сильный ветер, объект довольно долго оставался на одном месте. Это явно было не облако и не воздушный шар. Наблюдали над островом Южная Георгия и весьма странные летающие объекты. Вот лишь одно из свидетельств. Этот диск висел над островом и наблюдался в достаточно длительное время, как в светлое время перед заходом Солнца, так и после захода Солнца. В течение полутора-двух часов объект имел достаточно правильную круглую форму, и на нем выделялся равнобедренный треугольник. В ночное время этот треугольник не только светился, но и у основания наблюдались вот такие огоньки. А lot of these organizations decided that there was a cover-up because the Air Force didn't pursue these sightings to what they considered the ultimate conclusion. If there has been a UFO cover-up, it began in Roswell, New Mexico. Near White Sands and Alamogordo, Roswell was home base for many early tests of atom bombs and guided missiles. Here, also, the practice of military stonewalling may have been perpetrated. The case began when Roswell businessman Dan Wilmot witnessed an amazing object over the town. His son tells the story. This was their home in July of 1947. It was one summer evening they were sitting out here. Dad looked up in the west and saw an object that came down and had lights blinking, and it was rather frightening to him, but he said all of a sudden it seemed to rock a little bit and sort of counterbalanced itself, wiggle a little bit, and then seemed to settle down and take off at a rapid rate of speed. The next day, reporters heard that the Air Force had found fragments of the mystery object crashed on a remote ranch northwest of Roswell. Excitement ran high until officials announced it was only a weather balloon. Major Jesse Marcel, in charge of the operation, now tells a far different story. They took pictures, of course. They had a whole flock of microphones there. They wanted me to... They wanted some comments from me, but I wasn't at liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. And General Ramey is the one who discussed or told the newspapers, I mean the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we both knew differently. Major Marcel had to keep silent because of his strategic position at that time. He was in charge of all security and intelligence on atomic tests in the United States and the Pacific. Marcel retraced his secret recovery operation across the hot New Mexico desert. We left Roswell perhaps around 3.30 or 4 o'clock in the afternoon. As you can see, it scrapped. It is very difficult. In fact, it was just verbal directions that we never would have found it. We had to follow the rancher out there. The crash site was so remote, it took an entire day to drive there. The following morning, we went out to the site where the crash was. And what I saw, I couldn't believe there was so much of it. It was scattered over such a vast area. So we proceeded to pick up as much of the debris as we could loaded in the wagon. We filled that up. It took us a good part of the day to do that because there were such small fragments that we had to do a lot of picking. We found a piece of metal about a foot and a half to two feet wide and about two or three feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it, even though the sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before. And as of now, I don't know what it was. There is new evidence that the FBI then got into the case with a different cover story. Lawyer Peter Gersten, searching through declassified government documents, came across a mention of the Roswell case. One of those documents related to an incident in Roswell, New Mexico, which indicated that the object which had crashed was an experimental kite. The FBI investigated the incident and determined that it was terrestrial, that it was from an organization which had been doing research in experimental kites. What did crash in this desert? A UFO? A weather balloon? A radar-reflecting kite? It was not anything from this earth that I'm quite sure of. Because I was, being at a intelligence office, I was familiar with just about all materials used in aircraft and in our air travel. This was nothing like that. It could not have been. To develop the first atomic bomb, the Manhattan Project was our first totally secret military operation. Secrecy has continued to this day as an instrument of foreign policy. Official fabrications have become a vital link in security. We never admitted such a spy plane as our U-2 existed until the Russians managed to shoot one from their skies. We managed to capture an advanced enemy aircraft. Even fragments can reveal new information. Such captured material is routinely rushed to Wright-Patterson Air Force Base in Dayton to the top-secret foreign technology division. This place is so classified that former Air Force General Senator Barry Goldwater was once denied entrance. For 30 years, rumors have spread about Wright-Patterson Air Force Base. According to the stories, the U.S. government is concealing under top security flying saucers from another world and alien bodies cryogenically suspended in huge freezers. Such rumors could be easily dismissed, except that UFO researchers have gathered information leaked from military sources, sources who claim to have seen the craft and the bodies. The stories and rumors all mention a mysterious Hangar 18 as the ultimate repository. In search of cameras were the first allowed to photograph inside this hangar. Is it possible that here in Hangar 18 highly secret activities once took place? What evidence of a cover-up might we hope to find? Wright-Patterson is one of the largest and most complex air bases in the world. In the foreign technology division alone, hundreds of secret experiments have been undertaken. Continuing military security has made Hangar 18 a mysterious citadel. Some experts believe that new designs have been created here. Every branch of the military has experimented with flying wedges, flying wings, hovercraft, with an amazingly consistent lack of results. The flying saucer shape was an obsession of aeronautical pioneer Edmund Doak. These rare films show static and dynamic tests of his early models. Doak spent 30 years and a third of a million dollars investigating the problems of circular airfoils. Ironically, just when he seemed on the verge of a breakthrough with his Doak 16 vertical takeoff plane, the Air Force canceled development on his projects. No reason was ever given. NASA tested the H2F2 lifting body as a prototype for the space shuttle. As with all flying wedges, lack of stability was the single unsolvable problem. We are unable to confirm a single successful test of a manned flying saucer. Yet, the effort continues. Why? Does the government have some reason to pursue this quest? A reason they are keeping secret? From Wenham, a suburb of Boston, comes an eyewitness account which could explain this continued military fascination with flying saucers. Ray Fowler, one of the most respected civilian UFO investigators, is also author of two bestsellers in the field. Because of his stint in the Air Force Security Service, he finds himself still vulnerable to government pressure. I work for a company that designed and built a major weapon system. And because of connections within the company, because of connections with Dr. Jalen Hynek, who was an Air Force investigator for many years, I came across information that indicated that this major weapon system, as well as others, had been disrupted by UFOs. And I gave a story to a national newspaper, the Christian Science Monitor, which published this story. Within an hour after this particular paper was out, the strategic air command had called my company. And the following day, the Pentagon called the company and threatened to send a letter of displeasure to the company if something wasn't done about my making these things public. Because of similar pressures in his own work, a friend of Ray's had kept quiet for 27 years with an amazing story. Ray tried to convince the friend to tell his story on In Search Of. I know it's been several days now and I've been waiting for you to call me on this, but have you come to any conclusions? The man finally agreed, for the first time, to talk, but only under strict conditions. I can assure you that your name will not be used. They made up a name, Fritz, to protect the witness's true identity. And I think the best place to do it probably would be my planetarium away from the kids and the telephone and things like that. Waiting for his friend to arrive, Ray nervously fiddled with his telescopes. He remembered his extensive investigations into the man's reliability as a witness. In the case of Fritz, I started in 1973 and all the way back through the various companies he worked for, right back to Wright-Patterson Air Force Base, talked to people he worked with, and they all gave him a very clean build of health, a reputable man, honest man, not the type that would fabricate a hoax and a very efficient engineer, manager. As the man arrived, Ray recalled the years his friend had wavered about breaking an oath of secrecy. He recalled their long arguments about a greater public good. Would the years of patient persuasion at last pay off? As I understand it, Fritz, you were working for the United States Air Force. The story began late one night in 1953 at Frenchman's Flat, Nevada. The man had been working as a consultant on blast effects of atom bombs when he was suddenly ordered to report for a new mission. What happened after that? We were put on a bus with the windows were all completely covered with curtains and in some cases black paper taped to the windows and were driven for three or four hours and we're not sure just where we were going. Several of us tried to guess where we might have been. We at that time came to the conclusion it was in the area of Kingman, Arizona. After getting off the bus as recreated here, the scientists were taken to an even more remote location. They had no idea exactly where they were or what they were about to see. We were told that we had been selected for various technical specialties and I was told that I was to ask any questions that had to do with dynamic loads and nothing more and I wouldn't get any answers to any other questions. it looked like two saucers I would call it one on top of the other inverted probably 25 to 30 feet in diameter. In terms of something known what kind of metal would it look like? Well, it would look like a brushed aluminum. I'm sure it probably wasn't that I say that because I noticed no scratch marks and anything that would penetrate into the sand 20 inches that way would certainly have some scratch marks. No signs of buckling fracture or anything? Not that I could see. I accepted it was probably some United States government vehicle a highly classified vehicle. In fact, if you were told that that's what it was. Interestingly enough one of the questions I needed to know was what the mass of the vehicle was. I can tell a lot of things from the penetration into the desert sand and so forth but I needed to know the mass. and they told me that they weren't going to let me know that. They perhaps didn't even know themselves. There was also a tent which I didn't get to look into but one fellow whom I did happen to talk with briefly until they told us to stop talking said that he had seen two bodies inside this tent two alien looking bodies. It was brown leathery skin and had a silver like a cap on without a bill. Like a skull cap? Yes, like a skull cap. I realized what this really started to mean but I also at the same time realized probably why the government was keeping it classified. There were a lot of things that could be changed by our culture or religions or a lot of things that could be affected by the release of information like that at that particular time. Like many other UFO stories this also concludes with the recovered craft taken to Wright-Patterson Air Force Base. Cameras are normally prohibited there but in search of was allowed to photograph certain declassified areas. We found there actually are huge freezing chambers inside the legendary Hangar 18. The only knowledge I have of little green men Martians or whatever would be from the articles I have read of some of the published novels like Frank Scully's book and things like that. Don Ritter building's manager since 1942 claims the giant freezing cells were never used for storage of alien bodies. Building 18 at Wright-Patterson was used primarily for cold soak engine testing and we had four cells in this facility that we would take down to minus 65 degrees Fahrenheit soak the engine for some period of time and make the engine starts to test components engines and whatever for cold starts. My major criticism is that from way back in the 1947s there should have been a gradual information release and have the public accustomed to what UFOs are and what we're trying to do about them and instead they've covered up so long that to admit that they've covered it up it's almost like another Watergate plus the fact I think they don't have the answers and if they admitted even what they knew people would want to know more answers they don't have the answers to give them I'm sure they don't have the answers to give them. based on my own personal and professional experiences for the last 26 years of wearing this blue suit and most of that I've been in the public affairs business where I'm responsible for releasing information to the public I can assure you on behalf of the Air Force that there's just no truth to that at all. Inside the freezing chambers of Hangar 18 we've examined one small clue in the mystery of the UFO cover up. Whether it proves fact or fiction this search for flying saucers has already profoundly influenced our perception of our place in the universe. Colonel Robert Friend former head of Project Blue Book. I believe that speculation and the scientific approach to it can't live together. I would feel that there were in lots of instances cases that had potential scientific pay dirt that possibly should have been pursued further. And in that regard yes I think that some of the cases had a lot of promise. The Roswell case and the strange story of the man known as Fritz are two dramatic examples of close encounters of the fourth kind. like the 68,000 reports on record of UFO sightings they exist in a limbo halfway between science and speculation. Coming up next Pappy Boynton and his flyers use some captured enemy planes for a raid on a Japanese aircraft carrier in the Black Sheep Squadron. Then we've got modern marvels with the story of the battle between Tom Edison and Nikola Tesla over electricity systems and and how Niagara Falls was harnessed to produce electricity. But stay tuned now for the Black Sheep Squadron here on the History Channel where the past comes alive.